Ну что, мои дорогие зрители, гости канала, интересную тематику, что можно купить за 3 миллиона рублей, что можно за 4 миллиона купить, да, что можно купить однокомнатные квартиры. И меня просили сделать подборку больших площадей двухкомнатных, но прежде чем сделать двухкомнатных планировок, я решил сделать полуторакомнатных. Почему? Потому что нельзя будет упираться шагом назад, поэтому сделаем все постепенно. Рассмотрим именно, что такое полуторакомнатная квартира, как некоторые еще ее называют полторашка. Это кухня-гостиная, в которой можно расположить диван, как спальное место, да, и выделенная спальная комната. Вы все прекрасно как бы привыкли к своим планировкам, 45 там квадратных метров, да, маленькие какие-то распашонки, разлетайки, как некоторые говорят, хрущевок, да, это двухкомнатных квартир. Здесь застройщики делают свободную планировку, и, как правило, угловые квартиры наиболее популярны, потому что их лучше распланировать. И вот сегодня-таки я решил вам показать именно взамен двухкомнатных квартир, на которых у многих сейчас по бюджету не хватит, как альтернативу выбрать полуторакомнатную квартиру. Ну, примере, допустим, той же квартиры, как мои родители делают ремонт, купили в жилом комплексе Адлер. Вот, и мы с вами посмотрим несколько вариантов, а вы обязательно поставьте лайк, и жду ваших комментариев, какая из квартир вам больше понравится. Первый вариант полуторакомнатной квартиры мы посмотрим с вами в жилом комплексе Адлер. Ну, а для тех, кто здесь приобрел, я покажу, какие произошли здесь изменения. Ну, во-первых, бросается в глаза, что наконец-то постелили, или правильно, как сказать, уложили, травмобезопасное покрытие на детской игровой площадке. Ну, достаточно нормальное, может быть, по меркам для каких-то жилых комплексов она скромная. А вот здесь вот почему-то я думал, что будет здесь зона отдыха, а здесь решили сделать вот такую вот спортивную уже площадку, да? потихонечку здесь еще наводят порядок, вы видите, все покрашено и так далее. Но самое главное, конечно, многих волнует, это заезд, который вот делают в ЖК Адлере, да? Я как-то вам говорил о том, что не посыпали какой-то специальной крошкой, а сейчас я вижу, как сделали прям какая-то крошка специальная, и еще и покрасили это в серый цвет. Ну, наверное, это типа какой-то гидроизоляции, либо какое-то покрытие для того, чтобы влага не проникала под перекресток магазин, который будет у нас под этой парковкой. Первая секция, дамы и господа, самый высокий этаж, 17-й. Не просто так я сюда поднялся, не ради каких-то видов, а ради очень интересной и полезной информации для вас. Это квартира 37,8 квадратных метров, планируется на полуторакомнатную квартиру. То есть выделяем здесь спальню в зону, здесь зону прихожей, зону санузла и кухни-гостиную. Кто-то скажет, что это однушка, что не надо выгораживать здесь каких-то клетушечных спален, но все-таки стоимость за квадратный метр у нас в Сочи достаточно высокая, нежели в ваших регионах, поэтому люди пытаются как-то распланировать более функционально эту квартиру. Стоит эта квартира 4 миллиона 200 тысяч рублей, это по 112 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь вот такой вот есть балкон с шикарными видами сторону гор. Сегодня у нас облачно, слава богу, не ветрено, не видно заснеженных гор, ну и панорама на море. Мы с вами на 17-м этаже. Все для инфраструктуры, для жизни, для отдыха здесь предусмотрено, вон она школа, там дальше детский садик на Малиновой и на улице Кирпичной есть тоже детский сад. Магазин Перекресток под парковкой, магазин Магнит, магазин Пятерочка, все в шаговой доступности. Но это еще не все. Для тех, кому захочется приобрести эту квартиру, но у них еще пока не продана своя квартира, либо мешкаются и думают, стоит ли выбирать это предложение, а оно здесь не одно с таким предложением. У меня для вас есть предложение вот такого характера. То есть сейчас можно эту квартиру забронировать порядка 400, наверное, тысяч рублей. Точную информацию я получу сегодня вечером. И остальную часть, основную, уже заплатить, когда дом получит документы и будет регистрация в Росреестре. Это не единственная квартира, но сегодня мы на эту тему общаться с вами не будем, потому что у нас тема полуторокомнатных квартир. Поэтому, кого заинтересует, в личку дамы и господа, обращайтесь, будем с вами беседовать на эту тему. Хотел бы еще добавить то, что здесь тепловой счетчик, нет газовых котлов, которые будут вам мешать, тарахтить какие-то счетчики, что счетчики правильно планируют нам кухню, кухонный гарнитур и так далее. То есть здесь, пожалуйста, можете перекрывать батареи, и вы будете платить по килоджоулям, как это делается в нормальных домах. То есть своя газовая котельная на дом, парковка бесплатная, в шаговой доступности моря буквально в километре. Итак, двигаемся дальше с вами. Плавно переместились мы чуть ближе к морю, всего 700 уже метров, с пешей доступностью. И в третьем корпусе жилого комплекса «Континент», вот с такой классной спортивной площадкой, придомовой красивой территории, бесплатным паркингом, мы с вами рассмотрим квартиру. Поднялись мы с вами на шестой этаж. Вот такая отделка в подъезде, два лифта, грузовой и пассажирский. Итак, все в одном стиле, красивая вот такая фактурная штукатурка, двери, которые менять, конечно же, не стоят. Они в одном стиле, очень красиво смотрятся. Итак, заходим в квартиру 35,1 квадратный метр. Сразу у нас здесь зона санузла, предусмотрена перегородка, это не несущая, естественно, это для ипотеки. Здесь выделять нужно комнату, то есть это спальная будет комната, а вот здесь уже небольшая такая вот кухня-гостиная, в которой тоже можно будет бросить диванчик. В основном все вот эту перегородку, не несущую, да, стенку убирают и расширяют пространство для кухни-гостиной, полезной площади. Газовый котел, то есть вы можете здесь сделать теплые полы на свое усмотрение, ну и в принципе дом комфорт-класса. Единственное, есть какие-то определенные нюансы в виде вот этих вот ригелей и так далее. Большие окна, ведь давайте посмотрим, вид у нас хороший должен быть на горы, вон там у нас школа, ЖК Адлер, ну и на заднюю территорию. Стоимость уже этой квартиры по 140 тысяч рублей, и она стоит 4 миллиона 900 тысяч рублей. Вот такая вот стоимость, комфорт-классе, именно полуторакомнатной квартиры в жилом комплексе Континент. Итак, дамы и господа, оцениваем, пишем комментарии, что нравится, что не нравится, и едем смотреть еще предложения. Мы продолжаем с вами двигаться дальше, и сегодня мы заедем с вами в район Известия. Про сам район у меня уже есть отдельное видео, посмотрим мы полуторакомнатную квартиру в жилом комплексе Golden City, который расположен на улице Удачи. Посмотрите и оцените этот вариант, подойдет для тех, кто любит тишину. Она, конечно, тоже имеет пешую доступность до моря, но, правда, чуть подальше. Но, посмотрите, жду ваших комментариев. Это район Санатория Известия, напротив курортный здесь городок, с развитой инфраструктурой, в основном, конечно, для отдыха. Приехали на улице Удачи, хотел бы вам показать, что здесь есть ресторан, есть магазин, кафе, и вот такая вот улица. И сам дом в комплекс Golden City, улица Удачи, дом 9А. Сейчас мы с вами зайдем во двор, там у нас есть хорошая парковочная площадка, заезд и выезд на эту территорию, и сзади, посмотрите, уже листочки распускаются, у нас начинает взеленеть наш лес. Вот, смотрите, какая достаточно большая парковочная зона, задняя сторона этого дома, статус здесь квартиры, все центральные коммуникации, газовое отопление. А вот, собственно говоря, детский сад, о котором я сказал, он частный. Ну и лес, ребят, лес для тех, кто хочет дышать приятным воздухом, чистым, экологичным, это место для вас подойдет. Зашли с вами вот в такой подъезд, достаточно хорошая качественная отделка, пожарная безопасность, все как положено, зеркало. Мы с вами рассмотрим квартиру по акции. Вот эта квартира, она достаточно немаленькой площади, я вам скажу, 49 квадратных метров. Здесь выделен уже санузел. Самые грязные работы уже произведены, то есть сделали здесь стяжку пола, теплый пол, квартиры на первом этаже, есть электрика, оштукатурены стены. В общем, давайте посмотрим. Это у нас спальная комната, как вы видите, с балконом. Напротив получается вид у нас на парковку, придомовую, по 107 тысяч за квадратный метр. Вот такой балкон, выходить на него не буду, где так все понятно. Все видите, концевики для прокладки кондиционера тоже выведены, крепления там тоже есть. И вот эта квартира стоит по 107 тысяч за квадрат. Смотрите, кухня большая, просторная гостиная. 5 миллионов 243 тысячи рублей. Ребят, 107 тысяч за квадратный метр. Пешая доступность до моря здесь полутора, где-то полтора километра. Ну, идти минут 20 придется пешком. 20-25. Вот такая вот просторная квартира. Ну, если вы приобретете здесь квартиру, я думаю, как раз под окном вы поставите себе автомобиль и будете за ним наблюдать. Итак, дамы и господа, вот такая вот квартира с качественной отделкой, подъезде, хорошие двери, все централизованные коммуникации и газовое отопление. На что хотелось бы обратить внимание? На то, что здесь уже все грязные работы сделаны. А по сути, я вам скажу, что это тысяч 10 за квадратный метр. Ну, стоит, согласитесь со мной. То есть, сама квартира будет стоить дешевле, чем 100 тысяч за квадрат. Следующий у нас будет жилой комплекс «Мед». Это статус жилого помещения. Очень интересная квартира, которая имеет тоже хорошую планировку. 38,8 квадратных метров. Сейчас здесь, видите, приехала техника. Заливать стяжку будут. Давайте я пробегусь, вам покажу. Автоматические ворота. Есть здесь, кстати, на цокольном этаже бесплатная кладовка при покупке квартиры. И сейчас мы вернемся к самому подъезду. Давайте я задний двор покажу. Вот здесь вот будет сад. То есть, нормальное такое место для того, чтобы посадить фруктовые деревья. Заходим мы с вами в подъезд. Подъезд выглядит таким вот образом. Ну, обычная штукатурка, обычные двери. И у нас первый этаж, нам на второй этаж. Сейчас, видите, активно делают ремонты. Уютный, небольшой домик. Спешей доступности до моря. Здесь буквально метров 800, наверное. Так, смотрите, зашли мы в коридор. Двери здесь, как я уже сказал, которые менять не надо будут. Что мне нравится в этом доме? Мне нравится то, что уже планировка присутствует. То есть, выделен санузел, есть перегородка. Естественно, вот эта перегородка не несущая. Поэтому, ребят, если у вас есть дизайнер, а вот дизайнер у нас есть, по крайней мере, она сможет вам помочь наилучше распланировать ее. Итак, заходим мы с вами в санузел. Санузел нормальный. Можно, в принципе, его и не трогать. Здесь у нас получается кухня. Ну, кухня, 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 которую можно немножко расширить благодаря тому, что вот это не несущая стеночка. Расширить ее буквально хотя бы вот таким вот образом, чтобы оставить здесь вот эту вот спальную комнату 38,8 квадратных метров. Вот. Это вместе с учетом балкона. Давайте выйдем на балкон. Стоит эта квартира 4 миллиона 200 тысяч рублей из расчета 108 тысяч за квадрат. Счетчик газовый. Правильно сделал застройщик, что поставил его сюда, а не вовнутрь, чтобы он не мешал. А теоретически мы с вами находимся рядом с жилым комплексом, строящимся жилым комплексом «Морская симфония». Конечно, бизнес-класс. Вот как раз-таки самая минимальная квадратура, которая там представлена, это 30, по-моему, 3 квадратных метра, и стоит она порядка 6 миллионов рублей. То есть, локация одинаковая. Кому не хватает, welcome, пожалуйста, вы можете приобрести в принципе с такой же пешей доступностью вот такую вот квартиру. 4 миллиона 200 тысяч рублей, но при этом здесь газовое отопление. Доплата есть 170 тысяч рублей. В общем, вот такая вот квартира, которая, на мой взгляд, на нее стоит обратить внимание. Давайте я вам покажу сейчас бонусы. Мы в подвальном помещении. Как выглядит кладовка. Кладовка вообще площадью 6 квадратных метров. Вот ставят люди свою дверь. Здесь она вот в таком вот виде. То есть, здесь можно хранить какие-то коляску, там, не знаю, зимнюю резину, сноуборды и так далее. Хозяйственная, такая сказать, кладовка. При этом она, видите, все оккультурено, плиточка везде. То есть, как обычный подъезд. Поэтому я считаю, что бонус кладовка, это вообще, конечно, круто. Это такой универсальный вариант, как вы все догадались. В основном, конечно же, он подходит для отдыха. Но, опять же, под вопросом инфраструктуры, если не нужна, допустим, там садик школы, то почему бы нет? Вот мы проехали буквально 200 метров, даже меньше, наверное, 100 метров. И вот она уже улица Ленина. И, перейдя дорогу по подземному переходу, вон он там, то вы попадаете уже в курортный городок. Едем теперь мы в обратную же сторону, но это уже будет центр Адлера. для тех, кому, возможно, принципиально хочется жить поближе к центру Адлера, либо для тех, кому нужно море в пешей доступности, чтобы рядышком было в тихом, таком нормальном месте, смотрите видео. Смотрите, какая красота. Уже все распускается. Запах здесь просто обалденный, ребята. Прежде чем смотреть какую-то полуторакомнатную квартиру, давайте мы все-таки дойдем до моря. Покажем вам этот пляж, как он будет выглядеть. Смотрите, рядом старый вот такой вот санаторий. Вот мы находимся на улице Белорусской. Вы знаете, вот такие вот тихие, хорошие улицы, широкие. Можно погулять с коляской и так далее. В окружении вот таких вот фруктовых всяких деревьев и вот таких вот зеленых, вечно зеленых деревьев с шишками. Вот мне вот чем этот район нравится? Не только близостью к морю, а таким тихим, спокойным умиротворением. Потому что в основном все центральные пляжи, они так, знаете, забиты, очень много шуму, гаму и опять же там волнорезы и так далее. Вот именно в этом месте отсутствуют волнорезы и пляж достаточно тихий, спокойный, песочный, знаете, такой плавный заход. И опять же повторюсь, здесь вот с ребенком есть где с коляской погулять. Вот он, смотрите. Видите, как он песочный пляж как выделяется? Волнорез вот только вот здесь уже начинается, а там вот весь этот пляж полудикий. А летом начали здесь поставлять какие-то палаточки, еще что-то, какие-то лежачки. Ну, кто-то, видимо, арендовывал этот пляж. Смотрите, сегодня прям спокойная, тихая такая погода как раз для прогулок и так далее. То есть вот если в данной локации рассматривать какую-то квартиру, она подойдет как для жизни, так и для отдыха. Давайте я вам покажу строительную площадку, вернее, то, что от нее осталось, видите, сравняли полностью. И вот он, пляжик. Там проходит уже река Хирота, но ее можно, можно сказать, перепрыгнуть и вы уже попадаете туда, ближе к центру. Токтор, здесь отдыхал напишите в комментариях вот если вам нравится этот пляж многие смотрю сюда приходит какой-нибудь разводят мангальчик устраивают пикничок это такой знаете тоже ближе к центру немного дик диковатый пляж где в принципе можно спокойно устроить себе пикник еще раз покажу вам море море сегодня спокойная достаточно чистенькая и к нам движется теплый циклон ребят теплый циклон весна не за горами ну что пойдемте смотреть квартиру которая пешей доступности здесь до моря смотри как самолет летит красиво рядом получается это санаторием адлер мы идем с вами смотреть живой комплекс вертекс обратите внимание действительно хорошие широкие улицы здесь можно бегом заниматься кататься на велосипеде и так далее при этом это все равнина никакой суеты ничего не шума от железной дороги потому что она уже уходит ветка ее в другую сторону ну а также самолеты которые находятся чуть дальше там то есть здесь вот реально прям вот круто погулять где не играет музыка где вам никто не помешает прям вот место кайфово ребят вот для жизни для отдыха прям золотая середина при этом мы находимся там буквально в одной автобусной остановки до центра до центра адлера здесь вообще нет проблем с парковкой вон она улице достаточно широкая там уже автобусная остановка и торговый центр где есть сетевой магазин вот он жилой комплекс вертекс вместе с жилым комплексом green sale одна общая придомовая территория потому что один и тот же застройщик все централизованные коммуникации и газовое отопление в этом доме тоже присутствует вот она детская игровая зона с травмобезопасным покрытием и вот посмотрите какая шикарная здесь придомовая территория с видом просто на море жарите шашлычок отдыхаете можете здесь с ребенком покататься на роликах не знаю на велосипеде потому что территория закрытая переживать за детей не стоит но вечером здесь очень красивый закат принципе это тоже как вариант смотрите мангальная зона все то что осталось от жилого комплекса на белорусской и вот он придомовая территория зашли мы в подъезд здесь зона консьержа есть и в доме оборудован лифт двери в едином стиле в мало кто их меняет принципе нет смысла их меня потому что они хорошего качества еще мне нравится то что вот счетчики электрические стоят вот прям около двери ребята смотрите для тех кому нужен вид на море да он уже ведь из подъезда здесь шикарный вид просто на море что раньше белорусская мешала обзоры теперь все вот эти квартиры которые смотрелись с даже с нижних этажей конечно же поднимутся в цене или уже поднялись смотрите вот такой коридор пожарная безопасность картины мы с вами сейчас посмотрим 40 квадратных метров как я сказал дверь нормальная достойная никто мало кто меняет ну хотя можете вот такую поставить она всего стоит 30 тысяч рублей у вас будет даже 20 там с копеечками и будет неплохая дверь так смотрите небольшая полуторакомнатная выделен санузел здесь проходит ипотеки статус квартира вообще никаких проблем нету все уже подключено везде центральные коммуникации по вот этот вот столбик который вроде как он и мешает с одной стороны но здесь можно сделать небольшую спальную комнату выделить окно здесь есть и так же вот она кухня гостиная как вы сразу заметили здесь газовый котел то есть можете сделать себе теплые полы то есть не обязательно ставить радиатор тем более здесь посмотрите какая красивая панорама сторону гор здесь горы заснежены очень красиво смотрится также вы видите жилой комплект триумф там достаточно дорогие цены где-то в пределах от 150 тысяч жилой комплекс адлер и жилой комплекс континент то есть мы здесь поближе и так стоимость этой квартиры 6 миллионов 150 тысяч рублей это по 155 тысяч за квадратный метр ребят ну близость к морю здесь эту квартиру в основном могут сдавать люди летом по суточной чего какие-то отдаленные более варианты дешевые да там по 100 тысяч за квадрат меньше 100 тысяч за квадрат не могут похвастаться как я сказал хорошая придомовая территория есть где побегать хорошие улицы рядом у нас центр то есть квартира принципе очень хорошо подойдет для отдыха либо для жизни если кому-то в пешей доступности не нужен детский садик потому что нужно будет до центра ехать пару установок ну в общем вот такое предложение двигаемся дальше мы решили с вами поближе к олимпийскому парку перебраться и сегодня нас на обзоре будет жилокомплекс вегас не все его предложения естественно одно из предложений которые есть по акции дом комфорт класса с хорошей качественной отделкой внутри с хорошими дверями давайте я вам покажу придомовую территорию вот смотрите детская игровая зона и что мне понравилось есть вот такие вот две беседки то есть есть мангальная зона на которую вы пожарили шашлычок помыли посуду все для этого есть и пожалуйста есть вот такая вот мебель где можно посидеть это здорово все бы так застройщики делали особенно клубных домов это улица ходы женская микрорайон блинова рядом здесь у нас есть сетевой магазин даже вот так выглядит входная группа видите всего три этажа и кстати здесь вот такая отделка ребята на прям такая золотистая это не белый цвет красивые кованые перила есть за что здесь так сказать заплатить потому что ну по уровню клубного дома я ему прям ставлю жирный 5 плюс даже вот такая смотрите какие двери здесь можно постучать даже массивные толстые с зеркалом зайдем вот в эту квартиру и и также можно распланировать в кухню гостиную и спальную комнату 41 и 5 квадратный метр с учетом балкона стоит она по 120 тысяч рублей выше такая стоит по 127 ну разница я здесь не вижу выше этажом всегда конечно дороже но стоит эта квартира почти 5 миллионов 4 миллиона девятьсот восемьдесят тысяч вот этот нюанс конечно многих может беспокоить не знаю здесь надо что поработал дизайнер что-нибудь сделал какой-нибудь здесь типа гардеробный есть здесь балкон вот такой балкон и вон он уже олимпийский парк так сказать да это уже здание железнодорожного вокзала олимпийский парк с парковкой вообще нет никаких проблем то есть вы видите здесь достаточно много парковочных мест ну и получается по локации мы в двух километрах всего от моря эта квартира подойдет как для жизни так и для отдыха с учетом того что здесь проходит вот такая вот дорога с шумовыми экранами но с закрытыми окнами конечно здесь ничего не слышно но этот нюанс невозможно не увидеть поэтому это надо учитывать вот такое вот предложение пожалуйста напишите в комментариях понравилось ли она вам заинтересует ли вас такое подобное предложение все централизованные коммуникации отопление на электричестве с пониженным тарифом на электроэнергию ну а мы с вами не забываем что есть более бюджетные какие-то варианты и вы наверняка их ждали поэтому мы едем с вами на крайне веселая посмотрим одно из предложений от инвестора не от застройщика от инвестор по очень хорошей цене итак мы с вами на улице мира 76 такая придомовая территория парковка и давайте зайдем вот в первый дом здесь всего два это жилой комплекс виолетт 3 и 4 вот достаточно надежного застройщика который построил первый и второй а лет зайдем вот такой подъездик и поднимемся на третий этаж там нас ждет квартира от инвестор двери в едином стиле молодец застройщик менять не надо будет вот такая угловая квартира с тремя окнами легко она планируется полутора комнатную квартиру квадратной формы с газовым отоплением газ уже оплачен никаких доплат нет здесь боковой вид у нас на подъезд к этой территории вы видите это основная улица мира и также здесь есть балкон давайте выйдем на балкон балкончик такой небольшой но увидите кто-то уже вложил плиточку естественно засеклять их нельзя будет но здесь проходит дорога как вы видите этот нюанс конечно нельзя выбрасывать из расчетов но для тех кого не смущает возможно для кого-то критерием выбора квартиры будет ровно место поэтому это не гора здесь в пешей доступности садик школа буквально полтора километра вот даже отсюда можно видеть вон те высоточки это у нас жилой комплекс урожайный там же летняя резиденция в общем сотая школа там выделяете здесь спальную комнату оставляйте кухню гостиную выделяется санузел в принципе 35 квадратных метров стоит она 3 миллиона триста тысяч рублей с учетом того что здесь уже есть доплата за газ получаем где-то 94 тысячи за квадратный метр ребят ну вот такой вот обзор 7 предложений я сегодня вам показал на канале в прошлом видео где я показывал однушки да там присутствует тоже полутора комнатные квартиры потому что я не думаю что есть смысл отдельно делать полуторки но мне задали много вопросов по поводу того где есть еще какие-то варианты поэтому я уделил этому внимание поэтому обязательно посмотрите видео я подкреплю его ссылочкой в описании под видео именно однокомнатных квартир если у кого-то возникают какие-то вопросы желание приобрести в данных комплексов возможно там не все квартиры которые вы увидели естественно я выбирал более точечно если нужна более большая планировка или наоборот более меньшая планировка обратитесь ко мне по телефону который вы видите на экране обязательно поставьте вот такой жирный лайк моей работе потому что ездим для вас снимаем сразу много вариантов до проделываем целый путь так сказать и хотелось бы услышать вашу обратную реакцию поэтому подписывайтесь на канал кто еще не сделал жду ваших комментариев всем хорошего настроения приезжайте в сочи всем пока